Кирилл Кассианов, здравствуйте! Все время наше истекло, а здесь самые важные вопросы. Давайте еще на пару вопросов отвечу. Если не затруднит, ответьте, если знаете. Последние 80 лет опадают листья плодыщи зеленые со всех абрикосовых деревьев и молодых и старых по всему району. Это Ставропольский край. Вспоминаем Закарпатью. Теперь Ставропольский край. Раньше такого не было. Экология вопрос. Нехорошие дожди. Ничего нельзя поделать. Какие-то деревья стоят сильно, какие-то получше. Вот сейчас середина мая. Все сыпалось здесь за пять. Я попытаюсь сейчас ответить, пользуясь тем, что большинство деревьев, старые молодые, когда-то были не так посажены. Когда-то были искалечены. Сильно искалечены. Вот. Постарел не только, что они старые. Генофонд. Те же крови нет. Поэтому давайте я отвечу, как смогу. Вот. Мне кажется, что я в Ставрополе, мне бы все бы не осыпались. Ну, все бы брал количество. Поначалу я садил бы через метр. Потом отборковка природы. Потом отборковка моими руками. Вот. Вот. И почему чуть будет ниже. Итак. Ставрополь-то старый для садов района. Согласны? Старая технология. Согласны? Новый-то никто и не знал, и сейчас не знает. Ну, я имею в виду обыватели. Изувеченное весном, летом, осенью деревьев. Знак вопроса. Нет свежей крови. Что такое свежая кровь? Вот. Это в Ставрополе. Допустим, за год. Там же тепло, а осаженцы должны жить. Даже если их, допустим, с Крыма привезут. Например. Уже как бы клевет почти скоро. Так ведь? Вот. Но я абсолютно уверен, учитывая качество. Вот они садят, а десятки людей в Ставрополе, сотни пишут. Посадил, а он даже не проснулся. А и вот я ей пишу. Нет свежей крови. То есть, покупает их. Ну, на одной крае Ставропольской, допустим. Не миллионы, ну, допустим, сто тысяч купили за год. А может, полмиллиона купили. Ну, всем краям. Там же у каждого из сады. Вот прошел все мертвое. Откуда свежая кровь? Вот и получается. Сыпется. Но это не все. Мой же совет. Если взять косточки и черенки жердели. При Семорусском. Они, кстати, я считаю, культурные. Прошедшие сибирскую закалку, подвое маджурсы. Вот видите? Вот. Это молодое дерево, которому было лет восемь. Да? Прививка. Вот. Так, 2000 привез черенок. Черенок в 2000 году привез. А сейчас ему 22. Вот это где-то лет через семь-восемь. А это через 22 года. Сейчас снимок специально сделал. Если бы вы знали, сколько здесь плодов. Вот вы знаете, есть такое слово. Немерено. Увидите, не увидите. Нет, наверное. Вам даже покажется, что я придумал. Если бы вы знали, сколько здесь плодов. Вот. У него отличный рекорд у этого дерева. 20 литра. Я хочу его обновить. Посмотрим. Вот. А почему я говорю? А в Старополе климат. Я не говорю, что он похож. Но все-таки юг Украины при Черноморье ему гораздо ближе. При Черноморье. 200 километров от этого. От Черного моря. От плотины ГЭС. Где почти не замерзающий климат. То есть это. Сырость бесконечная. Вот это я бы посоветовал. Но этим надо заниматься специально. И направленно. Как бы сказать. Чтобы в стране была бы группа ученых. Которые бы объединили усилия. Из разных этих самых. Представляете. С Минусинским опытным садом. Вот. В котором полный набор. Там этих специалистов. Т-т-т-т-т-т. У меня. Связи нет вообще. Вот. С этим самым. С Абаканским уже нет. Потому что дискобилов глубокий пенсионер. С этим Субботинский опытный сад. ГСЛ. Тоже нет. Никто. А. Один раз приезжал ко мне аспирант. Из этого. Из. Барнаула. Вот. Походили. Я кино даже снял. Всего участия. Вот. Один раз приезжал. Уехал с концом. Ну. Костик набрал у меня. Вот. Все связи. А если бы это было целенаправлено. У вас бы пришли на море. Были бы вот эти уже. Не напрямую. Из Херсона. А именно мои. Вот эти вот. Понимаете. И вот так вот по кругу. Песен хочется. По кругу. Тра-ля-ля-ля. Вот что нам надо. И опять же начинается. Тогда должен быть несколько кураторов. И уже этой новой темой надо заниматься всерьез. Новая технология. Все новое. Вот. Тогда мусорцы поцени будут. Что такое. Я еще раз показываю. С удовольствием показываю. Что такое несовременное осеннее обрезко. Но улица Иния. Она зараза проснулась. Вот. Переношу. Это Мичурин. Вот сейчас прошло два часа. Пошел третий час. Вот это важнейшие вопросы. Я отношу до следующего раза. Здесь Мичурин. Умнейший человек. Вот тогда получается. Я не дурак. Потому что я только вот узнал об этом. Вот это вот только начал читать. Вот. А только из одной фразы. При снятии большого количества черенков. При срыве побои. Дерево может развивать не в свое время. Но новый прирост. И осенний мороз захватит его еще с неоконченным ростом. В соку. И неизбежно повредить. Это Мичурин. Мне не верили в это самое. Поняли, да? Вот. А вот это я не буду учить в сокуровке. Я вам объясню, почему это страшная вещь. Страшная. Все. Практически мы на сегодня закончили. Даже доказательства. Вот она, летняя обрезка. Что творит-то? Я же не смог ее отговорить. Я кричал через забор. От соседей. Ну научили же. Какой черт делим вот это и калечить его. За что? Чашу делают. Немного тут интересно. Хотите, я все сделаю абрикос колновидным? На планете нет ни одного колновидного абрикоса. Вас дурят десятки, сотни питомников. Хотите, сделаю его колновидным? А? Осталось что сделать? Мнимание, друзья. Ну. Вот так отрезать верхнюю треть. Вот. Потом попрошу брата. Пусть он мне вот так отрежет. Я еще раз покажу. Вот. Что такое ловкость рук? Никакого мошенства. Поняли, да? Все. Возвращаю, как было. И. И. Наверное, мы с вами. Закончим на этом. А там столько интересов. Ну, там будет уже. Смитирь надо начинать. Там должна быть свежая голова. У него тяжелое это. Но это так важно. Вы что думаете? Мне все верят. Почему я вызываю приступы злобы? Человек всю жизнь говорил. Режьте, режьте, делайте чашу. Помните этих самых. Я их называю не авторитетными, а несчастными садоводами. Жертвами этих самых. Доверчивости. Потому что если кто-то где-то когда-то написал, значит так и надо. Так это всегда, это истина на всю жизнь. Столько дури принесли в нашу жизнь. Вот. А вот то, что я сегодня сказал. Вот это самое главное, ребята. Это самое главное. Если мы не займемся уже на уровне государства вот этим вот. Это будет страшно. Ведь сколько горя, сколько беды. А ведь здесь собака должна быть завита. А абрикосов нет. А у меня супер урожай. Все. Высказался. Хотя бы это одно сделать. Я бы уже на том свете бы тот самый счастливый был бы. Я уверен, что мне это легче, чем другим. Мне место в райском саду обеспечено. Почему? Потому что я первым в стране, в планете объявил, что был райский сад. А тут окна на землю попали культурные растения. Невероятной красоты, невероятного вкуса. Вот. Они же еще и лечебные. Вот, видите. Бог дал. А здесь такая злоба, как кроне абрикосов. Ко всем. Это самое. Невероятное. Все эти дикости какие. Вот я вышел только маленькую часть этих дикостей. Вот. А взамен ненависть и больше ничего. Так. Ну что. Мы закончили официальную часть. Переходим ко второй части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!